Доброго времени суток, уважаемые коллеги. С вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Текмил. Представляю вашему вниманию свой традиционный обзор по техническому анализу отдельных валютных пар. Сегодня понедельник, 25 мая. И сегодня вашему вниманию предлагаю рассмотреть валютные пары евро-доллар и фунт-доллар, которые после непродолжительного импульсного роста в конце прошлой недели начали корректироваться. Обозначенные целевые зоны были достигнуты и началась нисходящая коррекция. По крайней мере, данные движения оцениваются больше как коррекции и намека на разворот пока нет. После окончания коррекции по данным валютным парам ожидаю возобновления восходящего движения в рамках тренда старшего порядка. Итак, евро вырос, как и предполагалось, к целевым значениям, которые ожидали в прошлом обзоре. После некоторой консолидации пара обнаружила поддержку на уровне 1.0784 и начала восходящее движение. Таким образом, были достигнуты обозначенные уровни на 1.0926 и 1.0987. На последнем уровне цена не смогла продолжить рост, начав корректироваться. На данный момент развивающееся нисходящее движение пока расценивается как коррекция, поскольку предыдущий рост все же воспринимается как импульс, что не дает основания для разворота вниз. После некоторого продолжения она, по всей видимости, закончится, после чего ожидается новый виток восходящего трендового импульса. Ну и вот актуальные данные на сегодня. Судя по текущему состоянию, коррекция еще и имеет пределы для продолжения в область текущей поддержки на уровне 1.0830. Отбой от него позволит развить восходящее движение к важным уровням сопротивления с первой целевой отметкой на 1.0987, что является предыдущим локальным максимумом, и потенциальным продолжением до 1.1053 с обновлением предыдущего максимума. Отменой данного сценария послужит пробой поддержки и снижение ниже разворотного уровня на 1.0784. Ну и вот британский фунт, кажется, начал все же разворачиваться вверх. По крайней мере, предварительные сигналы говорят о том, что вскоре может начаться довольно существенный рост. В прошлом обзоре указывалась вероятность еще одной нисходящей волны до уровня поддержки на 1.2006. Это движение так и не состоялось, и пара просто продолжила рост. Практически одним махом достигнув обе целевые отметки на 1.2208 и 1.2287. Как раз на уровне 1.2287 цена встретила серьезное сопротивление, что не позволило ей продолжить восходящее движение, что и привело к развитию нисходящей коррекции. Пока основной сценарий все еще сохраняется за продолжением роста, предположительно нисходящая коррекция старшего порядка подходит к концу, и уже в скором времени можно ожидать продолжения тренда. Ну и вот давайте посмотрим на актуальный график на сегодняшний день. Очевидно, что на данный момент котировки нашли поддержку на уровне 1.2165, что хорошо видно по скоплению цен на графике. Это позволяет сделать предположение о том, что возможен еще один ретест. этого уровня и в случае отбоя от него будет дан старт для восходящего тренда с первой целевой отметкой в районе предыдущего локального максимума на 1.2287 с потенциальным продолжением вплоть до 1.2405. Отмена данного сценария состоится в случае слома модели, пробоя поддержки на 1.2165 и снижения ниже разворотного уровня, расположенного на 1.2116. И на сегодня у меня все. С вами был Арман Бесимбаев и обзор по техническому анализу валютных пар от компании Тикмил. Помните о том, что данные рекомендации не являются руководством действия и не гарантируют результата. Поэтому соблюдайте риски. Всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok